Те смерти, а ты Fallout в восторге от последних новостей из постапокалипсиса. Зрители и игроки осторожно оптимистичны по поводу адаптации Fallout от Amazon Prime и Bethesda. Без сюрпризов, Fallout поражает всех. Звездные роли, верность франшизе, сюжетные линии, что делает его лучшей адаптацией видеоигры, превзошедшей ожидания. Сериал, спродюсированный Джонатаном Ноланом, стартовал в 10 апреля и быстро стал хитом. По данным Amazon Prime, Fallout один из самых просматриваемых проектов сервиса всего через неделю после релиза. Фанаты во всем мире просто помешаны на постапокалиптическом сериале и критики Rotten Tomatoes хвалят Fallout, что неудивительно, что сериал был продлен на второй сезон. В отличие от многих других экранизаций видеоигр, таких как The Last of Us от HBO, Fallout не следует сюжету игр. Сериал создал совершенно новую оригинальную историю, действие которой происходит в вселенной Fallout. Сериал рассказывает о наивной Люси Маклэйн, которая покидает свое защищенное пребывание в убежище, чтобы отыскать своего отца Хэнка в постапокалипсисе. По пути она встречает загадочных персонажей, включая стреляющего из пушек Гуля и тревожного Максимуса. Джонатан Нолан, который снял первые три эпизода Fallout, выразил свое волнение в своем участии в продлении в заявлении, подписанном им и исполнительным продюсером Лизой Джой. Восхваляем наших невероятно талантливых шоураннеров, Женеву и Грэма, нашу суперактерскую команду, Тодда и Джеймса и всех легенд Бетезда, а также Джена Вернона и бесподобную команду в Амазон за их невероятную поддержку этого шоу. Нолан и Джой не единственные, кто с нетерпением ждет возвращения в пустошь. Шоураннеры Грэма Вагнер и Женева Робертсон Дворе также заявили «Ё-моё, спасибо Джонни, Кайл Теру, Бетезде и Амазон за смелость сделать шоу, затрагивающее все важные проблемы общества. Каннибализм, инцест, торт желе – будут и другие темы. Чистые волосы, красивые зубы – вот они все, 10 пальцев». Большая часть актеров не комментировала ожидаемое продление второго сезона, но Кайл Маклахлен, играющий любимого всеми отца, Хэнка, обратился в Икс, ранее известный как Твиттер, и выразил свое волнение о возобновлении, поделившись закулисными фото из первого сезона. Первым. Учитывая серьезные изменения с персонажами после первого сезона, интересно, где они окажутся во двусезоне. Пока неизвестно о дате возвращения в того сезона в Фоллаута, но фанаты в восторге, что увидят комедийно-боевой сериал снова. Мало деталей о «Фоллаут» в сезоне 2, но знаем, производство будет воспользоваться предложением штата Калифорния о налоговых льготах в 25 миллионен долларов. Это означает перемещение производства из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. За исключением этого, неизвестно, что дальше для Фоллаут, но мы можем предположить о будущем, основываясь на завершении дебютного сезона. Финал подразумевал переезд сериала в зловещий Нью-Вегас, одно из самых любимых мест в Фоллаут. Нью-Вегас – увлекательное изменение. В первом сезоне представлена куча культовых существ, но отсутствует коготь смерти. Монстра показали в конце первого сезона, и со-руководитель шоу Грэм Вагнер подтвердил, что зверь появится в двух сезоне. Он сказал The Wrap. «Мы хотели получить коготь смерти, но не хотели его просто выбрасывать. Это такое величественное создание. Мы хотим сохранить что-то для двух сезона, чтобы сделать это должным образом, а не просто прибавить к масштабному построению мира, которое мы уже делали в первом сезоне». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова